Политика Киева в отношении жителей восточных регионов все больше напоминает поведение армии на оккупированной территории. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что всех беженцев из Донбасса будут проверять на причастность к движению сторонников федерализации. Речь идет о создании так называемых фильтрационных лагерей. Причем процедуре подвергнутся все взрослые, независимо от пола. С подробностями Олег Шишкин. То, что жители Юго-Востока после окончания так называемой антитеррористической операции ждут репрессии, вопрос, похоже, решенный. Объявив Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, киевские власти повесили ярлыки террористов и на всех местных жителей. Впервые идея так называемых фильтрационных пунктов, где люди будут проходить проверку на благонадежность, прозвучала от активистов правого сектора. Информационный координатор этой националистической организации поделился в интернете своим взглядом на то, как должна проходить силовая зачистка на Юго-Востоке. Первая фаза, это через громкоговорители, объявляется о том, что гражданское население должно покинуть территорию за сутки трое. После чего все, находящиеся на территории, будут объявлены пособниками врага. Террористам, которые хотят сдаться и сложить оружие, такая возможность будет предоставлена. Людей придется выпускать через фильтрационные лагеря. Это можно сделать быстро и технично, установив достаточно большое количество криминалистических лабораторий и изначально отделив женщин и детей. Плюс наличие синяков и натертостей от оружия и ремней облегчит отлов сепаратистов. Вторая фаза, город подлежит массированной атаке из всех видов оружия. Идею создания фильтрационных пунктов поддержали и украинские силовики. Накануне исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль вполне определенно дал понять, как собираются поступать с жителями Юго-Востока киевские власти. Будет проводиться полная фильтрация граждан, женщин в том числе, чтобы выявить людей, связанных с сепаратистами, тех, кто совершал преступления на территории Украины. У нас информации очень много и соответствующие структуры этим займутся. Кроме того, предполагается, что людей будут расселять в разные регионы. Между тем, украинские силовики признают, подобные мероприятия уже проводятся. Соответствующие силы и службы, которые есть в составе антитеррористической операции, такую работу проводят. Эта работа будет проводиться и в случае открытия гуманитарного коридора. Бывший главный редактор одной из газет, а сейчас глава пресс-службы, проразглашенный Луганской Народной Республики, Владимир Иногородских, уже не помнит, когда он в последний раз брал в руки автомат. Его оружие – компьютер с выходом в интернет. На сайте республики он размещает сводку новостей, собирает в штабе самообороны пресс-конференции. В общем, делает то, что киевские власти называют информационным сопровождением терроризма. Похоже, подобное Коваль и имел в виду, когда говорил о людях, связанных с сепаратистами. Вместе с Иногородских в пресс-центре работает еще несколько человек. И все понимают, в случае силовой зачистки города надо готовиться к худшему. Тут хуже, по-моему, чем фашизм. Мы видим, что заявление украинского руководства о том, что мы делаем гуманитарные коридоры три дня. Посмотрите, что стало в Славянском за эти три дня. Гуманитарные коридоры, когда городом их обстреливают, неизвестно с какими боевыми частями там ракеты летают. Это явный признак фашизма. То, что они сейчас делают с гуманитарными коридорами и фильтрационными лагерями. Это первый этап. Обвиняя луганских коллег в терроризме, украинские СМИ охотно дают слово тем, кто активно поддерживает идею о фильтрационных пунктах. Журналист, только что вернувшись из-под Славянска, в прямом эфире подробно объясняет, как, по его мнению, должны выглядеть эти пункты. Его никто не обвиняет в призывах, по сути, к массовым чисткам. Фильтрационные лагеря – это лагеря для беженцев, где они могут первое время жить, питаться, спать. И в то же время соответствующие структуры имеют возможность проверить людей, которые собираются выезжать. В лагере можно будет проверить и последние телефонные разговоры человека с тем же Славянском. По страницам в социальных сетях можно установить, кто его друзья. И когда человек выезжает и говорит, что он не за Донецкую народную республику, это ничего не значит. Информацию о создании фильтрационных пунктов прокомментировали и в Донецкой народной республике. То есть то, о чем они заявляют, о создании фильтрационных лагерей, это такой вполне нормальный, даже не фашизм, а обычный нацизм. Давайте, так сказать, вещи своими именами называть, да? То есть они собираются, население Луганской и Донецкой народных республик, миллионы людей, загнать в фильтрационные лагеря, чтобы отсеивать там сепаратистов. А поскольку сепаратистами является большая часть населения, то, видимо, эта большая часть населения должна остаться, по их мысли, в этих фильтрационных лагерях. Они же, по всей видимости, будут называться и лагерями смерти. Между тем, перспектива появления таких пунктов кажется не такой уж отдаленной. На территории Украины строятся как минимум два объекта, которые, по мнению местных жителей, могут использоваться в этом качестве. Один в Донецкой области у села Ждановка, другой в Николаевске, недалеко от села Мартыновка. Высокий забор, колючая проволока по периметру. По официальной информации, это пункты для временного пребывания нелегальных мигрантов. Стройка ведется на деньги Евросоюза. Курирует ее лично, исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков. По некоторой информации, срок сдачи объекта в Мартыновке спешно перенесли с весны 2015 года на это лето. На все вопросы власти упорно заявляют. Это пункты для нелегалов. Впрочем, согласно терминологии официального Киева, так можно назвать и жителей Юго-Востока, депортированных со своей территории. Многие жители Николаева не верят в официальную версию. И вот мы бы хотели задать вопрос власти, что это за непонятный объект, который строится на европейские деньги турецкими рабочими на территории Николаевской области. Что это за прототип концлагеря они нам строят? Если это они готовят для жителей Юго-Востока, то мы не потерпим этого. И мы их пошлем куда подальше, туда, куда они заслуживают. Пока непонятно, каким образом власти в Киеве собираются делить жителей Юго-Востока на своих и чужих. И главное, какие методы будут использоваться. Население Луганска составляет около полумиллиона человек. И на референдуме абсолютное большинство жителей высказалось за провозглашение Луганской Народной Республики. Так что с точки зрения киевских властей, обвинить в сепаратизме здесь можно чуть ли не каждого второго. А в масштабах всего Юго-Востока страны речь может идти о миллионах людей. Да и сама идея фильтрационных лагерей далеко не нова. Фильтрационные и концентрационные лагеря в борьбе с русским влиянием – это традиция украинских националистов. Первые концентрационные лагеря в Галичине возникли еще в годы Первой мировой войны. И печально знаменитые Талергов и Терезин стали могилой для всех, для так называемого галичанского русофильского движения. Они просто были собраны туда, вроде бы интернированы, и там практически все уничтожены. Так что ничего странного в этом нет. Нынешние неонацисты и неофашисты, которые сегодня составляют идеологическую суть режима, они и не скрывают того, что они являются духовными, политическими, теоретическими наследниками организации украинских буржуазных националистов. Беженцы из зоны боевых действий теперь говорят, что в случае, если украинским военным удастся взять под контроль территории Донецка и Луганской народных республик, обратной дороги для них нет. Обычные концлагеря просто будут и все. Занять людей, издеваться над ними. С Донецкой области, с Луганской. Они заберут всех, кто был в Славянске. И не только в Славянске. Пойдут все туда. Заберут всех до единого. Это решили просто уничтожить людей. Это их надо в первую очередь туда сажать. Их, наше правительство. Их армии, которые туда идут. По информации, которую разведка Луганской республики получила от источников в Киеве, украинское правительство якобы подготовило программу о поэтапном переселении 250 тысяч жителей Западной Украины, прежде всего из сел и небольших поселков, в Донецкую, Луганскую и Николаевскую области. При этом, по данным штаба самообороны, переселенцам будут передавать в собственность квартиры, дома и земельные участки ополченцев. Предусмотрены якобы и подъемные по 25 тысяч гривен на семью. Что будет при этом с самими ополченцами и их семьями, в программе не говорится. Олег Шишкин, Роман Хараленко, Денис Бахвалов, Евгений Завадский, Первый канал, Луганск.